МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что ж, друзья, на календаре 30 сентября. И если вы решили погрустить из-за того, что все дальше и дальше уходят теплые дни, то этого совершенно не стоит делать. Действительно, лучше подумайте, как прекрасна осень. И вот почему. Теперь вы точно можете начать заниматься спортом, потому что изнуряющей жары больше нет, точно так же, как и нет спортсменов-энтузиастов, которые занимаются только на улице. Осенью очень просто стать ребенком. Кругом будут лужи, по которым можно прыгать, как ребенок, а еще накупить кучу смешных резиновых сапог, в которых можно зайти даже в офис со строгим тресс-кодом. И никто не скажет, что это плохая идея. Все-таки дождь, все все поймут. Вы знаете, мне прямо смешно стало. Я просто в один момент представил Гуля, идущая по улице, увидевшая лужу и начинающая в ней прыгать. А что, надо попробовать. Ну, а с другой стороны, смотрите, приближаются праздники. А это значит, что можно начинать планировать мини-отпуск за границу. А это я очень люблю. Или отправиться в тур по любимому Казахстану. Ну, а еще осень, это же очень вкусно. И если вы празднуете Хэллоуин, тыква все равно нужна для потрясающих осенних рецептов. Из нее получаются отличные пироги и супы. Также обратите внимание, как утренняя чашка кофе становится вкуснее и ароматнее, как никогда раньше. Ах, как вкусно сказала. Да и вообще осень, самое уютное время года. Как приятно осенью, завернуться в теплое одеяло и ненадолго спрятаться ото всех, думая о чем-то своем, близком и очень приятном. И прогулки в этот сезон какие-то особенные, уютные, задумчивые. И сейчас мы предлагаем прогуляться по главному саду Алматы. Вместе с нами прогуляется Гульнас Бахтерказа. Главный ботанический сад Алматы. Это место непросто назвать легкими города. Здесь собрана уникальная многотысячная коллекция флоры Казахстана, Европы, Крыма и Кавказа. История ботанического сада, она, конечно, уникальна. Он создан в 1932 году, в августе месяце. Была выделена территория в трех километрах от города. Когда была выделена территория, здесь, в общем-то, ничего не было. Были единичные растения тополя пирамидального. И за более 92-летнюю историю, в общем-то, уникальная коллекция собрана, строилось административное здание. И, кстати, тогда же, совершенно случайно, когда копали котлован для фундамента, обнаружили клад керамической посуды, которая относилась к 11 веку. На территории ботанического сада есть настоящий сакский курган, который сохранился до сих пор. Кроме этого, было выяснено, что в 11-14 веках на территории современного сада жили уйсуны. Все растения, которые здесь выращены, они все в основном выращены из семян. Существует такой договор о бесплатном обмене семенами между ботаническими садами мира. Первые посадки были сделаны в 1933 году. Вернее, даже не посадки, а посевы. Ботанический сад, наш ботанический сад, он создан по географическому принципу. То есть, у нас есть коллекция растений Северной Америки, Восточной Азии. Это растения Японии, Китая, Кореи, Монголии, Крым, Кавказ, Европа, Дальний Восток. В ботаническом саду был снят исторический фильм об обувании шулаки. Военный фильм о партизанах. Кроме этого, здесь частенько устраивают кинотеатр под открытым небом. Микробиота растет. Оно вообще уникальное растение. Оно единственное в своем роде. И метасиквоя, гипнострадоиды, которые, понимаете, они росли когда-то до ледникового периода на территории Казахстана. Наши родные. И до 40-х годов прошлого века считалось, что они выпали, вообще их нет на планете. Можно сказать, что через миллионы лет деревья вернулись на родину. В коллекции ботанического сада около 7 тысяч видов растений, разновидностей и форм. Многие из них есть в Красной книге. В ботаническом саду можно встретить и птиц. Их около 300 видов. Слушай, ну вот так придешь в наш ботанический сад и считай, что увидел весь мир, ну, по крайней мере, флору точно мировую. Ну, ты знаешь, с тобой, наверное, немного не согласятся определенные категории людей, кстати, в Алматы, говорят, что их стало больше. Это я про нас, аллергиков. Я не знаю, что произошло такого в городе, но количество аллергий, миноринитов, всевозможных видов нафор. То есть ты как бы говоришь, что надо подождать еще? Я немножечко жду сезон дождей, когда вот уже действительно воздух очистится, и можно будет уже спокойно прогуляться и по ботаническому, и понаблюдать красоту деревьев и растений. Мне пока сложно. Понятно. Друзья, скоро мы будем разыгрывать вот эти замечательные... Так это подарки. А я счастливо, радостно думаю, что это мне сейчас Гуля будет дарить по поводу того, что... В следующей неделе наши коллеги уже рассказывали нашим зрителям и разыгрывали эти замечательные подарочки, но это все впереди. Смотрите внимательно наш эфир, а сейчас мы прервемся на небольшую рекламу и продолжим. Слушайте, друзья, прежде чем мы сейчас выйдем на прямую связь с одной замечательной семейной парой, с нашими героями, кстати, двоими земляками из города Семея, мы посмотрим... Семья из Семея. Да, как хорошо звучит, да? Мы посмотрим одно видео, которое разлетелось по всем социальным сетям. И знаешь что? Мне кажется, сейчас все мужчины позовут такой боевой подруге, вот настоящей супруге-помощнице. Давайте посмотрим. Я так понимаю, впереди бежит супруга. А, так она проверяет безопасность дороги и смотрит, где там есть какие-то там, может быть, углубления, ямы, койки. Миш, воду ему подносит. При этом, мне так понимаю, достижение... Поддержка. Так, побежал, побежал дальше. Что ж, герои этого ролика, Аклбек и Айнаш Сабитовы сейчас с нами на прямой связи. И с Семеем. Да, они в Семее. Давайте их приветствовать. Доброе утро, земляки! Доброе утро, друзья! Как нас слышно! Доброе утро! Как настроение! Слушайте, ну, как здорово, что у нас есть такая возможность пообщаться прямо сейчас с вами. Друзья мои, расскажите, пожалуйста, это же был какой-то шуточный ролик? Или Айнаш действительно бегает вместе с Аклбеком? Потому что Аклбек у нас тренер по бегу, а Айнаш массажистка, правильно? Да, да, да. Я тренер, а также военнослужащий. Занимаюсь ультрамарафонами, марафонами, бегаю на длительные дистанции. Один из этих, это был Абай Жоле, 80 километров. В данном видеоролике это на промежутках. Моя супруга Айнаш, она оказывала помощь, подпитка питания для восстановления водно-солевого баланса. А также... Но она передвигалась, наверное, на автомобиле, да? Не расслышал. На автомобиле она передвигалась за вами? Или бежала все эти... Она... Ну, чтобы поняли наши зрители. Да, понятно. На автомобиле. Белась, да, на определенных отсечках, которые мы заранее планировали дома. Она прибегала, подпаивала меня водой, также напитками. И на определенном промежутке мы договаривались о массаже, который должен был восстановить отсюда. Так как 80 километров длинная дистанция, где-то бежали мы 7 часов. Ого! Не останавливались. Молодец какой! Это достижение! Обалдеть! Айнаш, я просто поражен вашей, я не знаю, это любовь и вера в мужа. Это... Поддержка колоссальная. Сильнейшая поддержка, вы молодец. У вас вот прям так было с самого первого дня вашего знакомства? Или уже после, там, пяти лет брака только? А, вообще, нет, да. Вначале кто за кем бегал, да, ты хочешь сказать? Вначале было так, мы познакомились, я как военнослужащий приехал на службу в город Симе, и тогда это была Восточно-Казахстанскую область. Я выступал за Восточно-Казахстанскую область в гражданском на чемпионате Казахстана. Мы оба мастера спорта по многоборью президентскому. Молодцы какие. И там вы познакомились, да, общие интересы? Участницы, членом сборной Восточно-Казахстанской области, я только-только приехавший в область, они меня не знали, и я за ней бегал, так как они были сборники. Да, замечательно. И на соревнованиях познакомились, дальше больше, друг с другом начали теснее общаться, и уже через полтора года женились. Молодцы. А вы знаете, кто снимал вас, это видео? Мне кажется, впереди бежал оператор, да, еще один спортсмен, потом бежала Айнаш, и только потом бежал Аклубик. Так, кто снимал? Да, это кропотливая работа общей команды, я бы сказал, моей супруги, людей, тех, кто меня спонсировал, не могу их не отметить. Это компания Аталас, которая помогла мне с экипировкой полностью, с сопровождением 80 километров, оператор, все было от них. Ну, молодцы. Молодцы, это компания поддерживает места спортсменов. Ну, ждите меня скоро в гости, совсем скоро я окажусь в семье. Да, может, встретишься, пообщаешься? Ну, не побегаем точно, я бегать вообще не люблю. Он любит воду и напитки еще, как вы сказали. Давайте так, у вас есть возможность, вдруг у вас есть друзья, знакомые, приятели, которым хотите передать привет? Быть может, они живут в Алматы? В Алма-Ате сокурсница моя живет, Данира, передаем ей. А как у Данира фамилия? А я хочу передать привет всем своим сослуживцам, которые вместе учились, которые... Я также учился в военном институте в Алма-Ате, военном институте свободных войск. Всем участницам, военнослужащим желаю удачи, чтобы все учились хорошо. И пусть все будет отлично. Классно. Спасибо вам. Спасибо большое. Большой привет. Ждем вас в гости. Хорошего дня вам. Больших побед. Увидимся. Спасибо. Спасибо, мы рады. Пока-пока родному семье, ну а мы продолжаем, дорогие друзья. Потому что у нас настал момент, когда нам хочется пообщаться уже с гостями. Но для начала давайте разыграем наши призы и подарки. Да, вот такие у нас замечательные подарки. Смотрите, очень качественная, классная вещь для сна. Да, у меня здесь... Кружка великолепная. Я вначале думал, что ты мне кофе подарила, а акации нет. Это наш подарок. Очень добротная. Она на самом деле очень качественная. Она сделана из фарфора. Да, что-то глина фарфора какая-то. Да, что-то глина фарфора. Слушайте, и вопрос будет так звучать. Когда было открыто посольство Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах? Телефон в студии 339-58... 339-56-84, но на экране есть. И 339-56-86. Дозванивайтесь. Подарки того стоят. Код города Алматы 8727. Но сейчас о гости, о которой я и говорил. Сегодня дело в том, что отмечается День Переводчика. Вот такой праздник даже есть. В нашей студии предприниматель, синхронный переводчик Арэлым Асал. Давайте ее приветствуем. Ехали. Ну что, интересная профессия. С праздником вас. Спасибо большое. Вот, кстати, про этот праздник вообще никогда не слышала. Мне кажется, День Бухгалтера знают все. День Полиции, День Учителя. А вот День Переводчика. Синхронного Переводчика. Скажите, пожалуйста, как вы начали свою карьеру в этой профессии? Ну, вообще, я могу... Во-первых, хочу вас поблагодарить вообще за приглашение. Спасибо большое. Я была очень удивлена. Хотя это, да, не мое первое приглашение, но в любом случае, как бы каждый первый раз, как новый раз. Вот. А как я начинала вообще эту деятельность, получается, вообще, в принципе, с языками, с английским языком я дружу, можно сказать, с 6-7 лет. Когда я начала изучать свой первый алфавит. Ух ты. Вот. И именно, вот, например, вот алфавит русского, казахского и английского языка я изучала, можно сказать, параллельно. Одновременно или параллельно? Да, одновременно, да. То есть я прям четко помню мои дни, когда я сидела на кухне вместе с мамой, и мы учили все эти три алфавита. Ну, то есть я не помню, но в любом случае... А мама у вас тоже английский знает? Нет, она у меня по русскому языку. Угу. Вот, но можно сказать, что был ее большой вклад в это, потому что мы с ней ночами сидели, вот это вот все изучали. Угу. И, в принципе, мне кажется, мне повезло вообще, то есть у меня всегда были очень сильные учителя в школах, в какую бы школу я не перевелась. А вы много переводились? Да, я много переводилась, то есть до 6-го класса я меняла каждый класс, то есть первый класс, второй класс, третий класс. Час, где вы гоняли? Да, да. Помогали учителю, перебивали педагогов. Знала больше учителей, да? По семейным обстоятельствам приходилось так делать. Вот, и только с 7-го класса я вот училась в школе Дарын, у меня тоже там были сильные преподаватели. И с этого момента, наверное, все началось, когда я решила для себя, что я стану переводчиком. Но это не мое первое образование, это мое второе образование. То есть я всегда до этого думала, что вот он язык, он язык должен быть еще плюс какая-то профессия. И тогда, типа, у меня будет в жизни все классно. У меня были всегда вот такие вот мысли. И какая первая профессия? Первая профессия у меня более экономическая. Да. Вначале я вот первое ее заканчивала, потом только вот вторая моя профессия. Все-таки, можно так сказать, то, что профессия меня сама нашла. Да. А она вот у меня, получается, я никогда, у меня не было такого, что я как-то презентовала себя как переводчика. Изначально. Вот в студенческие годы. У меня было так, что ко мне сами приходили люди и просили, вот ты можешь, пожалуйста, это перевести? Не знаю, какая-то сарафанка пошла, что ли. Вот что-то такое было. Что RLM может переводить. Да, что RLM вот может классно перевести. Не как Google-переводчик, а нормальный, хороший, красивый, логический переводчик. Да, да, да. Вот такая вот синхронная сарафанка пошла, не знаю почему, среди учителей. Тогда как раз все переводилось на английский язык, нужно было там, были английские группы и так далее. И вот с этого момента у меня началось все это, когда я стала действительно в студенческие годы зарабатывать очень хорошие деньги на переводе. Класс. Мне прям долларами платили деньги. При этом вы переводчик непоследовательный, а именно синхронный. Это намного сложнее. Да, да, да. Когда вот этот страх пропал, что я могу не просто переводить, а переводить моментально? Ну, это, наверное, практика. То есть до этого у меня был чисто последовательный письменный перевод. Потом, когда меня уже начали звать на синхронные переводы, то есть вначале было сложно, я долго готовилась и так далее. Но потом как-то, ну, когда ты с этим сталкиваешься каждый день, вот для вас же, например, выйти в прямой эфир, это же не так сложно. То есть для меня то же самое. Как сказать, проснуться сложно. Да, проснуться сложно. Вот. Для меня, например, прийти сюда было волнительно. А вот сложность, есть же все-таки, вот, допустим, если очень быстро говорящие спикеры, например. Вот недавно, кстати, у меня... Китайцы. Или вообще акценты, да, невероятные. А у меня, кстати, недавно был такой опыт, что я была переводчиком у 50-цента, который приезжал сюда, в Алмату. Да. 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 Мне задавали точно такой же вопрос, потому что он разговаривает очень быстро. На сленге, наверное, говорили. Да, 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 со сленгами, да. Но благо было не так сложно прямо, но какие-то моменты, да, мне приходилось у него переспрашивать. То есть, типа, do you mean really this? Типа, ты действительно это имеешь в виду? Он такой, типа, да, да. И, ну, то есть, мы вот так вот общались с ним. Представляю, что он говорил и что он просил. Да, бывали такие моменты, когда даже вот его последнее, у него было выражение какое-то, которое он писал про Казахстан, тоже многие неправильно его поняли. Вот, то есть, мне тоже приходилось потом переводить, говорить то, что он на самом деле не это имел в виду. То есть, вы уже прям понимаете, какие смыслы он вносит, да? С какого сложнее переводить? С английского на казахский или с русского на английский? Или с английского на русский? Вообще без разницы. Без разницы. Что на казахский, что на русский. Триязычный человек, да? Да, три языка туда-сюда, да. Я могу вам точно сказать, что Альцгеймер вам не грозит. Да, слава богу, потому что вы сможете спокойно даже... А вот если, как вы готовитесь, вот вы будете знать, что будет тема незнакомая для вас? Обычно я заранее прошу. То есть, термин, терминологию какую-то. Да, да, терминологию, то есть, я обычно заранее готовлюсь. То есть, если я понимаю, что тема для меня будет сложная, если это какие-то переговоры просто, это без проблем. Люди разговаривают. А если это серьезная какая-то конференция международная, да, я заранее прошу всю лекцию, всю терминологию, чтобы с этим проблем не возникало. Медиков переводили хоть раз? Да. Медицинские конференции, когда идет общение на уровне таких просто терминов, что... Да, это ты заранее готовишься. То есть, это большая работа заранее, которую я делаю. Я один раз наблюдал за работой синхронистов. Это, на самом деле, правда, очень интересно. Это всевозможные форумы. И вот они сидят в этой своей будке, у них вот здесь микрофон, водичка, они смотрят вроде на спикеров. Я вот смотрю, у них глаза просто такое ощущение, что они так вот заворачиваются назад в мозг. И они взгляд в никуда, и они вот просто сидят, жестикулируют. Но при этом перевод в наушники идет совершенно ровный. Там нет этих пауз, нет того, что... Сейчас, подождите. Потому что текст уже уходит. Догонять сложно. Да, да, да. Но это заранее ты готовишься. То есть, без этого вообще никак. Конечно, да. Да. Ну, а первое самое... У вас, получается, студенческое было? Суденческое было, да. Первый синхронный период, когда вы так... Да, да, да. Это я помню, как первый раз, как сейчас помню, да, 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 конечно. Потому что это был, получается, конференция вот в Интерконтинентале про туризм. Это было экономический туризм. Съезжались со всех стран. Испания, Италия, вся Европа. И вот там, да, я первый раз переводила. Но тема была не такая сложная, потому что, в принципе, этот... Ну, как бы туризм, это не так много там терминов. Скажите, а у вас есть в планах освоить еще какой-то язык? Ой, да. Да, какой-то сейчас в жизни не хватает. Я думал, все остановились. Может быть, французский. Конечно, да. У меня мечта, короче, освоить французский, итальянский, испанский. Потому что это три языка, которые родственные, да. Их можно параллельно изучать, короче. Вот, я хочу, да, я планирую вот эти вот языки изучить. Турецкий у меня сейчас на подходе идет. Остальные три я вот в процессе изучения, но пока я на них не разговариваю. Вообще, вы знаете, мы, казахи, мы очень такой... Способны к языкам. Да, способны очень. Знаете почему? Потому что знать условно французский, испанский, итальянский, это не одно и то же, когда ты знаешь казахский, русский и английский. Потому что те языки, они из одного семейства. Вот эти вот языки, это из три разных семейства. То есть один это славянский, другой алтайский, третий это вот латынский. Это совершенно три разных. Я знаю, что казахи очень хорошо говорят на английском, потому что там дифтонговые, да, специфичные звуки, да, вот они. Мы вот французский тоже. И французский хорошо осваивают. У нас очень хорошо с этим. Смотри, вот есть же дикие совершенно на английском, как сказать, акценты, допустим, у инду. Нет, индусов хорошо понимать, вот проблема... Кто плохо знает язык, отлично разговаривается с акцентами. Говорят, что страх пропадает. Вот у меня вот было так, на английском разговаривать стесняюсь, пока не услышал, как говорят китайцы. После этого я понял, у меня даже произношение идеальное, практически. Китайцев понимаете? Китайцев понимаете? Которые вообще... Китайцев я понимаю. Для меня самое сложное понимать вот индусов. Вот, да, да. Индусов, потому что они половину схватывают. Да, да, да. И они еще очень-очень много заказов именно от индусов, потому что многие их не понимают. Мне кажется, ты уже научилась их чувствовать, да, понимать, что там, да? Да, что он хочет. То есть ты еще освоила, считай, можно сказать, индийский английский. Здесь пишем for you, my friends. Да, 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 да. Они просто делают какие-то мягкие акценты и буквы. Там, где вообще мягкого знака быть не должно, у них в этом слове может быть мягкий знак. Да, да, да. Или, например, они могут вообще какое-то ударение не туда поставить. Или слово не так использовать. То есть у слова может быть там три разных значения. Они могут и вообще... В Америке вы точно будете как своя, потому что американский, английский – это хороший набор слов. Но фильмы, наверное, вы смотрите передачи какие-то. Да. Без... А вы замечали, что переводы иногда неправильные бывают? Вот слышите, что неправильно переводят. Очень часто бывает такое, да. Очень часто. Я, наоборот, редко встречаю, когда правильный перевод. Я прямо от этого кайфую, да. Но неправильного, к сожалению, очень много. Я думаю, блин, надо было ко мне обратиться. Вот. А вот эти вот есть же два языка – британский и американский. Давайте разницу нашим зрителям объясним. Попробуйте в акцентах. Вот одну и ту же фразу произнесите на британском. Вот как будто это британец говорит, ирландец, например, и американец. Это будет американский. The most powerful language in the world is the English, because it can be considered as the international one. So it is easy to learn. Так. Британец такой, прям родившийся в Британии. Чопорный конгречанин. You know, the English language is the most powerful language in the world, because it is considered as the easiest one. So it has a lot of colorful and respectful words in their meanings. So it is easy to be actually to be learned. О, классно. Я прям четко заметила, да? Так, значит, наша советская вот эта манера обучения английскому языку была всю жизнь, оказывается, по-британской модели. Потому что наши преподаватели, когда заходили, они проговаривали четко каждую букву. Да. У меня же есть свой образовательный центр, где мы обучаем детей, взрослых, всех, кто хочет английскому языку. И в основном я им сразу говорю, слушайте, мы будем изучать интеллигентный английский язык. Не сленговый, не американский, а именно вот такой вот язык. Это правильно, потому что язык во всем мире сейчас упрощается. Да, который вы сможете изучать в университете, чтобы вы смогли получить хорошее образование за рубежом. То есть я всегда вот топлю за то, чтобы наши все дети и взрослые обучались за рубежом и потом приносили эти знания сюда. Правда ли, что бывают люди, неспособные к языкам? Сейчас он скажет неправда. Вот сколько их не учи, бесполезно. Это, мне кажется, знаете, зависит от того, вообще нужен ли этот язык человеку или нет. То есть если ему это не нужно, он не будет... Ну, то есть это не потому, что у него нету способности, а потому что ему это не нужно. А то, что неспособный, я так не думаю. То есть если ребенок плохо учит английский, отдайте его на китайский или на турецкий. И, может, там ему станет легче, ему будет интереснее. Турецкий, возможно, а китайский не сказала бы. Потому что я сама изучала китайский. Очень сложный язык, и на него очень много времени нужно. Хотя, знаешь, во всем мире говорят, что самый трудный язык это русский, кстати. А мы при этом на нем очень легко просто проходим. Шикотеки вообще очень талантливый народ. Молодец. Спасибо вам, Араэлым, за интересную беседу. Сейчас у нас будет реклама. А можете нам помочь ей объявить рекламу на английском? Представьте, что вы на телевидении работаете, как и на английском. На телеканале Алматы реклама. И попрощаться. Окей. Друзья, знали ли вы, что для привлечения удачи необходимо подбирать цвет одежды из своего гардероба в зависимости от дня недели. И сегодня понедельник. И цветом этого дня считается белый, желтый, приглушенный. Я объясню, почему. Дело в том, что на их выбор влияет луна. Считается, что по понедельникам вы, дорогие женщины, бываете капризны, эмоциональны и подвержены быстрым сменам настроения. Ну, не знаю, почему только женщины. Правда. По понедельникам. Если мы говорим о привлечении удачи, а ты все вот на нас бочку катишь. Но для сегодняшнего дня лучше всего подойдут белый, кремовый, молочный, серебряный и светло-серый оттенки. Хорошо, тогда я обращусь к мужчинам. Если вы хотите, чтобы день стал удачным, воздержитесь от красного, черного и фиолетового цветов. Ну, а для того, чтобы быть модным и стильным всю осень, давайте послушаем советы от нашего звездного стилиста Бибинур Бакееву, который сегодня день рождения и который расскажет о цветовых трендах этого сезона. Не все модные тренды будут актуальны в этом сезоне, если вы не знаете все про цветовую гамму. Я стилист Бибинур Бакеева расскажу вам сегодня про то, какие цвета будут актуальны этой осенью 2024 года. Цвета способны создавать настроение не только всей коллекции, но и каждому образу по отдельности. Поэтому начнем, наверное, с, пожалуй, самого популярного цвета этого сезона – оттенок коричневого. Солнечный ожог, тыквенное пюре – вот такие вот вкусные названия у коричневого будет в этом сезоне. Но я вам рекомендую использовать в своем осеннем гардеробе, пожалуй, глубокие насыщенные тона коричневого, потому что он как никогда может стать базовым в вашем гардеробе. В прошлом году был очень популярен цвет синий ночного неба, ну а в этом году он называется звездный синий. Очень странное, конечно, название, но, пожалуй, я так думаю, что если ночью будут гореть звезды, то днем небо будет по-весеннему голубым. Поэтому вот этот вот модный цвет обязательно используйте как освежающий оттенок в вашем гардеробе. Красный цвет тоже не сдает своей позиции, но помните о том, что красный цвет, он всегда являлся цветом агрессии, эксцентричности. И, конечно же, это огонь, поэтому нужно его немножко усмирить. Я думаю, что в сочетании с такими вещами из зеленого, такого хвойного оттенка, который напоминает нам холодный осенний лес, он как раз-таки хорошо впишется и согреет нас в холодную осень. Ну и, пожалуй, последний модный цвет, который я просто обожаю, это цвет баклажан. Он такой благородный, и я для вас подобрала специально вот такой вот костюм. Я думаю, что можно будет его скомплектовать также с юбкой нашего голубого модного оттенка. Посмотрим, что получилось. Практичность, удобство и комбинаторность всегда будет актуальна в каждом сезоне. Я сегодня подобрала для вас такой вот функциональный гардероб, подправила ее модными цветами, поэтому пользуйтесь на здоровье и будьте стильными. Ну и по традиции пришло время наших гостей. Сегодня у нас в гостях музыканты, участники группы «Архаим» продюсер Абзал Аркбаев и Анар Касымова. Пойдемте знакомиться. Доброе утро, вы же прекрасны. Образа, просто отлюбуюсь с вами. Ой, Даник, это ты принес? Это я принес, да. Мы все редакции, всей команды перепутали Дания, что он занимается стрельбой. Из лука. Из лука, оказывается, вот стендовая. У меня стендовая стрельба, это немножко другое. Но когда-то в федерации были и стрельба из лука тоже стояла в этой же федерации. Друзья мои, ну давайте начнем с того, что вы музыканты. Да. Да. Сегодня мы говорили о цвете настроения. А музыка и настроение, и цвет, они вообще разные. Вот, у каждого свой цвет настроения. А какое чаще всего у вас настроение по понедельникам? По понедельникам абсолютно разные. Просыпаться музыкантом, просыпаться в понедельник классно. Потому что понедельник выходной. Да, да, вот считается так. А, точно. Ну, на самом деле у нас график очень свободный. Поэтому нам что понедельник, что воскресенье, ну, в принципе, разницы нет. Слушайте, прежде чем мы о музыке поговорим, все-таки здесь такая красота. Это вот, видят ли, оператор, покажите. Вот расскажите вашим увлечением стрельбой из лука. А, может быть, Данико научите все-таки? Главное, стрельба в твоей жизни существует. Тебе надо будет вон туда встать. Положить яблоко. Положить яблоко, да. А я тебе хотела это предложить. С третьей попытки я смогу. Ну, на самом деле, стрельба из лука, это вообще удивительное искусство. Да. Это вот... Древнее. Это история, это древность, да. Это наши корни. Чего, что мы так... Да, конечно, пожалуйста, смотрите только аккуратно. Там оператора не увидите. Так, кто мне из оператора не сильно нравится? Я его нашел. Не уйдешь. Вот, кстати, практически правильно держите. Аптал, можете показать? Он сейчас же все неправильно делает. Нет, я боюсь натягивать, потому что тетевата жесткая. Она может соскочить, да? Да, давайте покажи. А у меня... На самом деле, да, это очень такой жесткий вид искусства. Лук настоящий, это не игрушка. Стрелы у нас, как видите, тоже, да? Лук настоящий. В нашей традиции стреляли как бы и слева, и справа, но конники, вы знаете, да, у нас кавалерия всегда была, кочевники на лошадях, поэтому стреляли всегда большим пальцем. Может, замечали, вот... А, да, да, есть разница. Такое кольцо специальное есть на палец. То есть, для чего? То есть, мы держим и зажимаем стрелу, и верхом на лошади мы можем стрелять с любой позиции. То есть, стрела у нас никуда не убегает, да? Нет летает. Есть такой вид стрельбы, он считается как бы европейский, на самом деле, нет. Если смотреть рисунки скифского периода, сахский, там можно увидеть, что наши предки стреляли так тоже. А-а-а. То есть, таким образом. Но это было не на лошади, да? То есть, вот, стрела у нас улетает, поэтому в традиции наши предки стреляли всегда таким образом. Большим пальцем. Ага. Вот есть специальные мастера, которые делают такой лук, да? Настоящий он. Я знаю, сколько стоит ружье. Мне интересно теперь подумать, сколько стоит лук? От, и делают стрелы, они из дерева, да? Нормальные луки стоят от 200 евро и выше. Ого. Слушайте. Слушайте, а вот так вот сложно. Даник, я прошу тебя, не убей никого. А-а-а. Ага. О, все, вот буду теперь на работу так ходить. Перейдите меня по городу, не удивляйтесь, это я. Ну, давайте оттуда перейдем. Вот вы же побывали в Риме. Купидон ты наш. Вы побывали в Риме, это была ваша мечта. Правда? Расскажите о своих впечатлениях. Он действительно оказался таким, как вы его представляли? Получилось так, что мы оба, как выяснилось, не были в Италии. Так. Ну, я не знаю, как так получилось. Да, казахи не были в Италии. Да, вы еще молоды. Вот. Ну, мы поехали. А вот летом это оказывается очень жарко. Вот прям честно для туристов оказывается прям... Ну, мы начитались, благо есть интернет. Мы ходили только утром и вечером. На что моя подружка одна написала, которая была буквально там месяцем раньше. И она говорит, где эти толпы туристов, где эта жара? Я говорю, а вот. Так что. Вот, ну, погуляли. Было круто, конечно. Ну, Рим, это, конечно, исторически богатый город. Вот. Ну, мы, естественно, не упустили возмущенности. Вот мы сейчас видим, что вы... Пизанская башня, да? Да. Да, мы по танциссам поиграли. Вы познакомили итальянцев с казахской музыкой. Да, конечно, обязательно. Какие у них были пучки. Вы с собой инструменты возили? Да. На самом деле у нас по Европе был такой, можно сказать, небольшой тур с выступлениями. А в Италии мы оказались как бы, ну, просто с отдыхом. То есть все уехали домой, а вы остались. Вообще вы мультиинструменталисты. Да. Вы мультиинструменталисты. Расскажите прям, ну, зрители. Какой был первый инструмент? Да. С чего начиналось-то все? Да, она. У меня примахобус. Так. Это не двухструнная, а вот четырехструнная. Это колхобус. Я так понимаю, байсовская, да? Да. Я чувствую сразу. Сразу, да? Обзал жубановский. Нет, чековский. А, да. Рядушком к чековскому. Так. Так. Еще какие инструменты? Также есть дамбра. Мы вообще начинали вот спецпримахобус. У меня спецдамбра. И потом все больше и больше начали влекаться в отвертые инструменты. На второй было легче уже? Да. Можно сказать, поскольку мы профессиональные музыкальные инструменты, другие инструменты осваивают намного легче. Угу. Но не все. Допустим, горловое пение и шанкобус – это такие инструменты, которые требуют больше времени и большей отдачи. Угу. Не бестерджи такое, а хотя бы вот так вот, как бы, немножечко, так скажем. Вот, ну, и колхолбус, естественно, прима. Ну, вот так вот практически вот все казахские фатюрные инструменты ты можешь обучиться просто вот как факультатив. И это очень-очень круто. Потому что практически, ну, народное отделение выпускает уже сразу мультиинструментаристов. Вот, как даже классно, здорово. Ну, вы же вообще много выступаете в разных странах? Да. На сегодняшний день покорили где-то 72 страны. Опа. Ну, потому что, смотрите, да. Италия – это было. Это уже 72-е, да, Италия? Это уже 72-е, да, Италия? Да. Других таких, как Архаим, ну, сколько там, еще две группы, скажем. Есть, есть. У нас, слава богу, в Казахстане сейчас очень хорошо развивается фольклорная музыка. И, что самое интересное, они очень много гастролируют. Это прямо радует. А какая-то страна запомнилась чем-то особенным? Особое выступление, может быть, отложилось в памяти? Может быть, ближе какая-то страна вам вдруг стала? Ну, для меня большое потрясение, скажем так. И переворот мозга произвела страна – это Индия. Ага. Да. Вот. Ну, а взяла это… Наверное, не знаю. Мне вот прям все страны нравятся. И Европа нравится, и Америка нравится. И как и зрители везде воспринимают с таким вниманием, с пониманием. Наши инструменты, они прям производят хуров. Они завораживают, да, людей? Да, на самом деле. Это всегда интересно. Так, ну теперь позвольте узнать, у вас же группа, сколько у вас участников? У нас всего двое. 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 А именно у вас двое. Соответственно, когда вот отношения в группе, в обычной группе, это два человека, которых нанял продюсер, организовал, и они там друг друга, даже если ругаются, выходят на одну сцену, вам сложнее. Вы поругаться не можете. Точнее, можете. Мне кажется, они же выгодны, могут и поругаться. А в зал, в любом случае, виноват. А, ну это самостоятельно. Ну да. Потому что, когда муж с женой в одной группе, это очень сложно. На самом деле, нам очень нравится. Это очень удобно. Это совместные поездки. Постоянно все семьи, бюджет, самое главное, семьи, да. Поездки всегда вместе, то есть мы не думаем, кто где ходит, мы всегда вместе. Суточные как делите? Вот честно, выдает. Честно, честно сказать. Азара, как продюсер выдает суточные? Честно сказать, я так, в кавычках, да, продюсер, весь бюджет, как всегда, ужинный. Вот так, да? Правильно. Женщина очень распространяется. Я почему спросил про другие группы, просто Абзал раньше играл в Туране. Да, я поэтому говорю, что у Туранцев я знаю, как отношения складываются. Там чистая дедовщина. Да, да? Там от самого старшего к самого младшему. От старшего к младшему, да? К младшему приходит вообще просто... Когда он станет старше. Что не доели старшие. Слушайте, вот есть интересная история. Шан Клубизика, вы говорили, что этот инструмент, да? Звучал в фильме «Крестный отец». Копполы, да? Вы как обнаружили этот факт? И как вы думаете... Вы раньше думали по нотам? На самом деле, это один из любимых наших фильмов. То есть это, на самом деле, классика. И мы буквально год назад, наверное, посмотрели документальный фильм с Эннио Морикона. О, Эннио Морикона, который написал саундтрек этому фильму. И как раз-таки услышали звучание этого инструмента. То есть раньше мы как-то не обращали внимания. В детстве мы смотрели этот фильм, пересматривали в юности. В это время, когда сами уже играем на Шан Клубизе, мы слушаем. И там очень отчетливо звучит этот инструмент. Потом начали изучать, спрашивать, а почему... Ну, вроде бы наш казахский Шан Клубиз, да, звучит там. На самом деле, это общий инструмент. Он есть и в Японии, называется мукури, в Германии он называется мультрумер, в Британии называется джуз-харп, в России называют варган и так далее, и так далее. То есть общий инструмент. Он есть и в Италии, оказывается. И оказывается, сицилийская мафия, она использовала данный инструмент для общения. Вот у нас, если в традиции этот инструмент использовался тоже, не только как шаманский инструмент, да, для ритуалов и обрядов, он использовался тоже для общения. Когда молодой юноша не мог вызвать девушку на свидание, законы были суровые же, отцы были такие... Отцы были злые. Отал, да, злые. И вот тогда молодой человек, может, покажешь, молодой человек, шел возле юрты, играл на Шан Клубизе и немного приговаривал. Вот таким образом. Она будет играть, а ты приговаривай. Нет, она сама. Эй, приходи, 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 приходи. Вот таким образом сицилийская мафия, они общались между собой. Азбука Морзе такая. Друзья мои, совсем чуть-чуть осталось до того, как мы вас пригласим на сцену, чтобы вы сыграли. Можно маленькую игру буквально? Закройте глаза и показывайте друг на друга пальцем, отвечайте на вопрос. Все, глаза закрыли, глаза закрыли, только слушайте, пальцем показывайте. Кто из вас умнее? Обзал пальца надо показать, кто. Обзал надо показать, хорошо. Не подсматривайте. Так, кто из вас талантливее? Кто больше косячит? Кто из вас вечно ворчит? Кто тратит больше денег? Молодцы, спасибо, открывайте глаза. Ай, как официально. Потом, посмотрите, друзья мои, если вы пропустили наш выпуск, вы всегда можете найти его в Ютьюбе. Ну, как первый вопрос был самый умный, но ум она дала... Молодец, Анар, молодец, правильно. Она сейчас показала на себя, когда сказала, обзал показать, она поняла, что... Ну, у тебя, но остальные все пороки, так называются, у Афса. Ну, это рады. Друзья мои, ну что, мы прервемся на короткую рекламу, и совсем скоро мы услышим замечательное произведение от группы Архаим. Не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok